Камчатский павильон Максимально развить, максимально усилить и реализовать максимально приближенно к реальности. Это у нас нисходящие потоки лавы. И внутри макет лунохода, который испытывался прямо на вулканическом плато. В центре Камчатской экспозиции выставка, посвященная зеленой энергетике. Это геотермальные электростанции, проекты развития водородной энергетики и будущий ветропарк. Вертолеты встроены на несколько экранов. Они транслируют информацию о развитии авиасообщения, включая проект малой гражданской авиации. Внутри павильона можно ознакомиться с рыбной отраслью полуострова, узнать, какую рыбу и морепродукты добывают наши рыбаки. Рядом расположился капитанский мостик. Позитатели с помощью рычагов управления могут запустить видеоролики о морских круизах на Камчатке и по Северному морскому пути. В рамках развития Севмор пути у нас открываются большие возможности для развития бизнеса, для создания новых видов деятельности, для создания рабочих мест, то есть тоже для привлечения, соответственно, инвестиций. Следующий раздел рассказывает о культуре коренных народов полуострова – Чукчих, Этельменах, Ивенах, Алиутах и Коряках. Посмотрев анимационный ролик, можно подробно узнать и об уникальном Кранотском заповеднике. Отдельный стенд посвящен Берингии. Всего же на площади 145 квадратных метров разместились 8 интерактивных зон. Самая популярная – посвященная туризму. Стенд очень привлекательный, где про серфинг, про сплавы по горным речкам. Вот это мне прям очень понравилось. Захотелось приехать? Конечно, конечно, давно хочу. Мне сразу все понравилось. И, конечно же, вот я посмотрела, там представлен серфинг, какие-то зимние виды спорта. Очень когда-нибудь хотелось бы все-таки выбрать время и существить, посмотреть, насколько красивая природа у нас в Российской Федерации. И что не обязательно ехать за границу, и все у нас здесь есть, и все рядом. Внутри Камчатской экспозиции отдельное место отведено выставке первого в России Международного соколенного центра, который объединит питомник, вольеры для молодых птиц и орнитологический центр. Работа будет направлена на восстановление краснокнижного кречета белой камчатской морфы. По соседству с камчатским вулканом – бурятский датсан. Гостей форума встречают песнями и танцами. В этом году бурятская экспозиция представлена под девизом «Байкал. Бурятия сохраняет традиции, создаем будущее». Мы говорим о том, что у нас очень большие исторически сложившиеся вековые традиции, к которым мы бережно к ним относимся, но при этом мы открыты каким-то инновациям, прогрессу, мы меняемся, мы становимся лучше. В павильоне Бурятии можно было продегустировать мед, чаи из дикоросов, купить ювелирные украшения, посетить центр восточной медицины, а также получить консультацию буддийского монаха. Протяжные мотивы притягивали и к павильону Забайкальского края, выполненного в форме горного хребта. А еще необычные ощущения вызвали творения мастеров с мировым именем. При разведении Даши Намдаковой и Жигжита Баясхаланова неоднократно выставлялись за рубежом. Здесь же можно было испробовать целебную воду кука. Она богата минералами, в том числе магнием и кальцием. Якутия удивляла бриллиантами. Выставка продажи расположилась возле самого павильона. Самый большой бриллиант 7 карат, 2,2 характеристики, стоит 30 миллионов рублей. Не страшно с такими здесь стоять? Охрана есть. Чуть дешевле бриллиант с идеальными характеристиками, без дефектов, за 2,5 миллиона рублей. Есть такие аквамарины. Это 105 карат аквамарина. Сколько он стоит? Он стоит не такие большие деньги. Он стоит у нас 236 тысяч рублей. И очень интересно, важно же не только камни, а важно, как их обработали. Вот у нас есть камни, которые выглядят таким образом. Это скорпион из раухтапаза. Или же мышка сделана из раухтапаза. Среди бренда в Якутии также золото, уголь, изделия из бивня мамонта. Они представлены в основном павильоне. Замыкает выставку улицу Дальнего Востока павильон Магаданской области в виде слитков золота. Ведь именно Колыма на Дальнем Востоке первая по добыче дорогого металла. Тут же можно было попробовать свои силы в роли золотодобытчика. Обязательно бы торим, чтобы золото оседало. За счет того, что вода дает пространство, появляется место, чтобы золото пройти между песчинками. Песчинки легче, поэтому они вот так вот легко вымываются. А золото остается в том самом желобке. И вы уже можете его, в принципе, наблюдать. Вот оно. Те самые золотые изделия после обработки представлены внутри павильона. Вот, к примеру, браслет из самородков весом 100 граммов. Он стоит почти 900 тысяч рублей. Здесь же есть и просто статуэтки. Наши умельцы делают это бивень мамонта. Да, яйцо. Ну и мастер сделал имитацию вытекающего такого желтка для такой интересной вид. Задумка такая, да, художника. Вот, 880 тысяч, пожалуйста. Любой может прийти, посмотреть на такую красоту и приобрести. Выставка на набережной бухты Аякс была открыта для участников форума, а с 5 сентября доступна для всех желающих. Впервые в этом году наш павильон, построенный к Восточному форуму, останется на острове Русский. Губернатор края Владимир Солодов принял решение подарить вулкан камчатским студентам. Экспозиция станет их штаб-квартирой и будут выполнять роль действующего визит-центра в Владивостоке. На ВЭВ всегда много ярких событий, которые знакомят с культурой регионов. Но деловая программа все же на первом месте. Расписание встреч и мероприятий постоянно менялось, поэтому делегации подстраивались под новые условия. Некоторые соглашения на площадках форума заключали в режиме онлайн. В таком формате состоялось и подписание еще одного важного документа. Он закрепляет сотрудничество между Камчатским краем и дочерней компанией крупного гостиничного оператора «Акор». В кратчайшие сроки после визита Алексея на Камчатку смогли выйти уже на конкретные договоренности по созданию двух гостиниц, соответствующих международным стандартам знаменитого бренда. Туризм – это очевидная ставка в сфере инвестиций для Камчатки, а в отношении туризма обеспечение стандарта высокого качества для нас тоже главный приоритет. Одну из гостиниц инвестор планирует построить как раз в историческом центре Петропавловска. Вторую – в новой части города, в микрорайоне Северо-Восток. В рамках гостиничного кластера – деловой туристический центр. Это около 400 номеров уровня комфорта от 3 до 5 звезд. Масштабное соглашение было подписано в рамках ВЭФ из компании «Аж-2. Чистая энергетика». Оно положило начало предварительному изучению проекта строительства в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. В северо-восточной части залива Шелихова высота прилива достигает 13 метров и дважды в сутки перемещается огромной массой воды. Исследования показали, что такая природная сила может дать около сотни гигаватт электроэнергии, что позволит путем электролиза получать экономически выгодные объемы водорода. Соглашение позволит определить меры, которые необходимы для начала в 2030 году производства и экспорта чистого источника энергии. Сферы энергетики касаются и встречи главы Камчатского края с руководством компании «Новотек». Делегация нашего региона провела переговоры еще с целым рядом различных компаний и организаций. Среди них крупнейшие, такие как «Филипс» – производители точной электронной техники могут помочь в развитии медицины на Камчатке. Или высшая школа экономики. Федеральный научно-исследовательский университет готов оказать содействие в подготовке кадров для нашего региона. Особое внимание на Восточном экономическом форуме уделили вопросу грамотного госуправления. Ему посвятили отдельную сессию «Дальний Восток. Как кузница управленческих кадров для государственной службы». Алексей Чукунков сообщил, что будет запущена программа «Муравьев-Амурский-2030», названная в честь генерал-губернатора Сибири, при котором произошло присоединение дальневосточных земель к России. Участники этой программы будут обучаться на нескольких уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров. А Дальний Восток и Арктика, на мой взгляд, по опыту 19 лет, работают здесь в разных качествах, как инвестор и потом как руководитель института развития, сейчас как руководитель министерства. Он идеально подходит, это просто лучшее в мире пространство для того, чтобы воспитать в людях те качества, которые нужны для того, чтобы управлять коллективом, преодолевать трудности. Самое главное – преодолевать себя и достигать результата. Губернатор Камчатского края в ходе сессии отметил, что наиболее важно проходить обучение в разных городах и иметь разнообразный опыт работы. Кроме того, он считает главным вызовом для организаторов программы «Муравьев-Амурский-2030» поиск людей, которые действительно хотят стать лучшими в госуправлении. Глава региона назвал основные качества таких специалистов. Это умение меняться и менять вокруг себя среду. Это базовое требование к руководителям в государстве, особенно на Дальнем Востоке, потому что здесь невозможны инерции. Нам нужно создавать новое управленческое пространство. Второе – это стратегическое мышление, постановка задачи и объяснение ее команде и движение к ней. И третье – очень важное – это умение принимать решения и нести за них ответственность. Необходимость повышения квалификации госслужащих, отвечающих за экономическую сферу, отмечают и камчатские предприниматели. На сегодняшний день очевидно, что за пять лет создан базис для дальнейшего развития. И ряд программ требует пересмотра. То есть все об этом говорят. И, конечно, нужно переходить от создания базовых условий, посева, скажем так, до концентрации на развитии отдельных направлений, как то логистика, агропромышленный комплекс, строительный кластер. Итогом Восточного экономического форума для Камчатки стало привлечение в регион большого объема различных ресурсов. Те, что не связаны с финансами, пока не поддаются точному подсчету. Но количество соглашений известно. В рамках ВЭФ-2021 были подписаны 19 договоренностей о сотрудничестве Камчатского края с другими регионами, с различными компаниями и организациями. Около половины подразумевают конкретные инвестиции в проекты. Общая сумма возможных вложений в экономику региона – 57,5 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова